У меня не было никаких сомнений, что в Минске чемпионат проводиться не будет. Невозможно проводить такое вот публичное, позитивное действие, когда в городе несколько человек не могут собраться попить чаю у себя во дворе. То есть невозможно же проводить никаких массовых мероприятий или еще чего-то. И, конечно, на фоне репрессий, на фоне того, сколько есть политзаключенных, не могло идти и речи о проведении хоккейного чемпионата. Это вот этот уровень репрессий отбирает у нас самые разные праздники. Не только чемпионат мира по хоккею. Тут надо все-таки не переваливать с больной головы на здоровую, а заняться все-таки восстановлением законности, восстановлением права и восстановлением справедливости того, что происходит. Если бы все-таки чемпионат как-то, каким-то образом при ковиде, при всем остальном состоялся, бросилось бы всем в глаза уровень насилия, который здесь есть. Еще раз мировому сообществу было бы это гораздо более очевидно. Насколько сейчас то, что здесь происходит, ненормально. Насколько это совершенно дико. Есть целый ряд, конечно, сливов, которые идут, которые говорят о том, что мы до дна еще не докатились. И что некоторые люди во власти... Кстати, отнюдь не все. Давайте тоже всех под одну гребенку все-таки не считать, что все, кто сейчас все еще работает в провластных структурах, выступают за ту жесть, за то, что у нас там концлагеря вроде как готовят для нас, дополнительные какие-то вещи. Я думаю, что отнюдь не все внутри власти это поддерживают. Я думаю, что для каждого человека, который работает в государственных каких-то предприятиях или структурах, каждый такой дополнительный виток эскалации, для них это тоже сказывается и на них это тоже отражается. Потому что это отражается на всем белорусском обществе. Я думаю, это с хоккейным чемпионатом не связано. Если у них есть идеи, как еще поиграть мускулами и оружием. Ну, мы же с вами не можем им это запретить делать, такую глупость. Значит, будут делать. Это была совершенно ожидаемая история, что этот чемпионат перенесут, потому что давление, которое оказывалось на функционеров спортивных и на спортивных спонсоров, оно было очевидное совершенно. И есть позиция, что политикам не спорта. Но, думаю, те события, которые в Беларуси происходили летом и осенью прошлого года, они, конечно, политику уравняли со спортом, потому что очевидно, что для Лукашенко этот чемпионат был бы наподобие того, что делал Гитлер в 1936 году в Берлине. И тогда, напомню, тоже были санкции, требования запретить проведение чемпионата в Берлине после всех событий, которые тому предшествовали до 1936 года. Поэтому, я думаю, что Европа приняла совершенно разумную позицию, не дав возможность Лукашенко сделать пиар на этом чемпионате. Ну, а российская позиция, она всегда имеет какую-то особенную часть. При этом я хочу отметить, это не вся Россия, это отдельная часть России. Интеллигенция, провластные какие-то, может быть, спортсмены, эксперты. Ну, в этой ситуации, я думаю, что, может быть, даже российский МИД как-то это прокомментирует и как-то возбудится по этому поводу. Но думаю, что ничего это уже не изменит. Лукашенко изгой сегодня. Ну, может быть, Лукашенко заплатит деньги каким-то спортсменам, которые его поддержали, сейчас привезет их и устроит отмененный рождественский турнир имени себя. Может быть, это как-то повлияет на то, что он подорвал эту репутацию. Для Лукашенко это реально моральное поражение, и он будет сейчас мстить. Я думаю, да я даже не могу предположить, что же он такое сейчас делает, чтобы отомстить, во-первых, тем, кто добился этой отмены, но, во-вторых, вообще тем, кто радуется тому, что этот чемпионат отменили. И, естественно, он в этой ситуации будет делать все, на что у него хватит эрудиции или какого-нибудь креативного мастерства. Поэтому я бы, честно говоря, даже не питал никаких иллюзий, что Лукашенко просто так это не оставит.